Аминь! Название сегодняшней проповеди. Необходимые условия. Часть 2. Мы читаем из книги Евангелия от Иоанна, 14 глава. Стих 12. Истинно, истинно говорю вам, Верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что Я иду к Моему Отцу. Вера в Иисуса Христа это необходимое условие. Я говорю, такое условие, которое должно быть выполнено. Вы являетесь тем, чем вы являетесь. во Иисусе Христе верой. Вы пасторы по вере. Вы христиане по вере. Как виза это необходимое условие для иммиграции. Так же и вера пред Судом Божьим. Когда мы предстаем лицо к лицу, лицо к лицу с Иисусом, Он не обратит внимание на наше положение в обществе. Иисуса не интересует наше прошлое, но наша вера. Потому что это делает нас одно с Ним. с Ним. Французский перевод. Во втором пасании Петра, первая глава, стих 4, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. С верой Его сила, власть и возможности становятся нашими. И с этим мы больше не подлежим осуждению. Имейте веру Божию. И все возможно. Все возможно. Только имейте веру Божию. Послушайте. С верой Мы больше не подлежим осуждению. Вера очищает и оправдывает нас и удаляет ту гору, которая отделяет нас от любви Божьей. И когда это происходит, мы становимся подобием Божьим. Скажите всем, я становлюсь подобием Божьим. Мы становимся подобием Отца Небесного, который может сказать, отодвинься горе. И таким образом, то, что мы желаем, должно исполниться. И когда мы говорим, кому-то будь благословен или будь исцелен, все это должно исполниться. Вера наполняет наши души сильным желанием молиться о том, что желает Господь. Что я имею в виду под этим сильным желанием? Огромным желанием даже несмотря на трудности верить в то, что Бог действует в вашей жизни. Перед лицом угроз вашей жизни вы молитесь. Перед лицом трудностей вы все равно молитесь Аллилуйя. скажите своему ближнему. Даже перед лицом трудностей все равно молись, потому что молитва выражает нашу веру. Евангелие от Матфея, глава 7. Давайте прочтем. Евангелие от Матфея, глава 7, 7 стих. Просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Просите и получите. это не так, как мы просим из наших чувств. Мы должны просить, исходя из веры. Что я имею в виду? Когда я говорю просить, исходя из наших чувств. Мы просим, будучи движимы чувствами, когда мы допускаем, чтобы обстоятельства вокруг нас руководили нашим мышлением. если вокруг происходит кризис, наша молитва будет об этом. Скорее всего. Когда вокруг бедность, скорее всего, наша молитва будет против бедности. А мы говорим, что мы христиане. И сегодня, когда все хорошо, наше молитва будет благодарением. Таким образом, когда все вокруг плохо, наша молитва будет ходатайствована, но не благодарением. А теперь посмотрим на примеры Иисуса Христа. Откроем Евангелие от Иоанна, 11-я глава, 41-й стих. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». что произошло у могилы Лазаря? Обычно это не место благодарения Богу. «Человек умер, его похоронили, он в земле». Но Иисус, будучи наполнен верой, не был подвержен влиянию того, что вокруг происходит. То, что он видел вокруг, не имело на него решающего влияния. Все вокруг плакали. Ай, ай, ай. Он не был подвержен влиянию этого окружения. Посмотрите 2-е послание Коринфянам, 5-я глава, 7-й стих. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Теперь посмотрим 2-е послание Коринфянам, 4-я глава, 18-й стих. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». «Вечная жизнь». «Вечная жизнь». «Вечная жизнь». «Я хочу жить вечной жизнью». «Боже, спаси мою душу». «Я хочу жить вечной жизнью». «Боже, спас мою душу». «Боже, спас мою сегодня, когда все вокруг вас хорошо, ваша молитва скорее всего будет благодарением». «Благодарю тебя, Иисус». «Благодарю тебя, Господи». «Благодарю тебя, Иисус». «Благодарю, вы видите таких улыбчивых христиан, бывает и контраст к этому. Бывают христиане, которые слишком печальны, которые очень печально выглядят, а иногда такие улыбчивые. так вот, слушайте, когда трудности приходят, тогда молитва наша обычно становится ходатайственной, просительной, но неблагодарственной. А посмотрите, как книгу «Деяний», 16-я глава, когда в тюрьме Павел и Сила молясь воспевали Бога. Внутри тюрьмы они близкованы по рукам и ногам. Когда вы лицом к лицу с Иисусом, ему не интересен ваш внешний вид. может быть, вы плачете, может быть, смеетесь. Ему не интересно ваше положение в обществе, может быть, вы король или королева или президент. Ему это не интересно. Но его интересует ваша вера. Ты сказал, просите и получите. все, что вам нужно. Ты сказал, молитесь, и я услышу вас с небес, и я исцелю вашу землю. ты сказал, твоя слава наполнит землю, как воды наполняют моря. ты сказал, поднимите ваши глаза. Вот нивы побелели, и царство твое близко, ты сказал, просите, и я приведу к вам народы. О, Господи, вот это крик моего сердца. Услышат земли и острова и увидят твой свет, когда он воссияет в нас. просите, и я приведу к вам все народы. О, Господи, вот это крик из моего сердца. Дальние берега и острова увидят твой свет, когда он воссияет в нас. братья и сестры, когда человек Божий говорит, вы исцелены, то вы исцелены в самом деле, но у вас есть некая роль. Давайте помолимся. Бог послал Своё Слово и исцелил нас. Это значит, что есть исцеление в Его Слове. Он послал Своё Слово и благословил нас. Это значит, что в Его Слове есть благословение. Он послал Своё Слово и спас нас. И спасение в Его Слове. римский сотник знал это поэтому он попросил иисуса сказать слово и его слуга будет исцелен и слуга этого сотника был исцелен и теперь говорите говорите за мной моя душа ожидает тебя господь в твоем слове моя надежда мои душа ожидает тебя господи в твоем слове мое исцеление душа моя ожидает тебя господь твоем слове прощение для меня душа моя ожидает тебя господи твоем слове мое спасение моя душа ожидает тебя господи твоем слове мое освобождение говорите за мной принеси принести спасение принеси исцеление принеси прощение принеси исцеление словом своим во имя иисуса христа душа моя ожидает тебя господи слове твоем мое благословение слове твоем мое процветание пусть твое слово принесет это мне во имя иисуса христа верой протяните ваши руки вперед и возьмите возьмите то что дает вам господь возьмите то что приходит к вам с небес возьмите все что господь изливает на вас своей благодатью во имя иисуса христа верой я принимаю прорыв моей финансовой сфере я принимаю прорыв семейной жизни я принимаю радикальное улучшение всех сфер моей жизни во имя иисуса христа могущественные он сделал так много для меня он забрал мою печаль о слава аллилуйя он идет чтобы взять меня домой мой господь сделал так много для меня он забрал и развеял мою грусть о слава аллилуйя он идет и приведет меня домой отчим до исполнится воля твоя в жизни твоих детей прорыв вашим бизнесе прорыв ваших финансов прорыв вашей карьере прорыв прорыв во имя иисуса христа аллилуйя аллилуйя я могу слышать этот прорыв отойдите с ваших мест исповедуйте прорыв я хочу услышать прорыв я хочу услышать прорыв моих финансов я хочу услышать прорыв моей карьере благодарю тебя господи я хочу услышать прорыв в моей семейной жизни благодарю тебя господи моей духовной жизни благодарю тебе в эмоциональной жизни прорыв благодарю тебя господи давайте поднимем наши руки и помолимся господи нам нужна вера когда человек божий говорит будь благословен вы благословлены в самом деле но у вас есть роль аллилуйя в евангелии сказано как отец привел своего сына иисусу он сказал иисусу если ты можешь все помилуй нас сила иисуса освобождать освобождается в нашей жизни нашей верой скажи соседу господня сила освобождения раскрывается в нашей жизни по нашей вере теперь прочтем из евангелия от марка 9 глава 22 стих здесь сказано что человека многократно дух бросал и в огонь и в воду чтобы погубить его но если что можешь сжалься над нами и помоги нам отец это говорил о своем сыне вы видите когда сила иисуса должна раскрыться в нашей жизни для ее раскрытия нужна наша вера пусть у меня будет такая вера чтобы принять 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 отче благодарим тебя мы благодарим тебя за такую веру чтобы мы могли принимать от тебя благодарим тебя господи во имя иисуса христа и открывайте сейчас ваши уста и исповедуйте что я не подлежу осуждению я оправдан я искуплен мой дом искуплен моя семья искуплена мой бизнес искуплен во имя иисуса христа благодарю тебя господи